Всем привет! Сегодня посмотрим, покажем, как можно восстановить фару и какими материалами, используя, в принципе, ну как и обычно используем лак, но этот лак завод рекомендует использовать для восстановления фар на голый замотованный пластик без каких-либо дополнительных усилителей от гизи. Сейчас фару подготовим, покажу, чем подготовим и потом отлакируем. Сколько слоев надо этого лака? Полтора? Слоев лака сколько надо? Полтора, два? Ну, короче, полтора слоя сделаем фару. Фара не сказать, что прям сильно ушатана, но есть и царапины глубокие, внутренний вот этот потек воды мы, конечно, не рассматриваем, потому что это фара не клиентская, это уже выброс. Ну, покажем, как наружку можно восстановить. Это не столь прям проблемная фара, но, тем не менее, машина с такими дефектами через одну ездит. Что нам нужно? 600, 800, 1000. Значит, тут все зависит от того, насколько повреждена. Насколько повреждена, да? Ну, 320, я думаю, крупно или? Ну, опять же, да, я, условно говоря, я не знаю, насколько она там твердая, мягкая, может быть, действительно там царапины какие-то глубокие, поэтому тут надо адекватно. Можно начинать даже с 280, как бы неважно, да? Мы начнем с 320, ну и потом, соответственно, постепенно будем подниматься с нормальным шагом до 1000. И 1000 это достаточно подлакировка? Да, 1000 это вполне, да. достаточно, потому что большинство фирм рекомендуют, ну, есть похожие материалы, да, там до 3000, но вот резака. Ну, это слишком уже. Ну, разные, да, там есть, отличаются. Я знаю, что чуть ли не до, там 3000 надо сделать, иначе будет риска видно. Это лак 1, 1. Попробуем. Я еще не видел. Но этим лаком можно и что-то вдруг надо элемент, то есть не чисто для пластика, для фара, а этим лаком можно и элементы валить. Он, он быстро сохнущий, нет? Да, может. Он высыпает при 20 градусах полностью за 2 часа до полировки, и в камере он сохнет 6-7 минут. Инфракрасная сушка, к сожалению, недопустима. слишком быстро. Понятно. Опять же надо помнить, да, что если внутренний отражатель конченый, то сверху вы все хорошо. Ну, понятно. А внутри увы. Ну, это только, я думаю, дебил не поймет, что если, если стекло внутри грязное, то снаружи сколько не мой машину. А вдруг? А вдруг? А почему не случилось волшебство новогоднее? Угу. И она не, это, не стала такой, как нужно. Ну, тогда. Не, Юра, есть-то таланты, которые распаивают их, внутри тоже красится. То есть, основная задача убрать весь вот этот вак. Потому что, если просто замотать, да, и оставить на поверхности именно старое ЛКП, потом, когда нанесешь, будет сиреневая обвода некрасивая, поэтому обязательно надо убирать. Его прям хорошо видно на сухую, ну, или на мокру. Ты его когда обезжириваешь, видишь где-то разводы, когда убираешь. Так, фара готова. 320, 400, 600, 800, 1000. Все это дело промотовано, ответственно. Я все не показывал. Думаю, каждый понимает, что надо снять полностью вот этот слой, который мы видим, который тянется такой ниточкой. Его полностью надо выкачать оттуда, высосать. Обезжириваем. По рекомендации Александра Технолога, я такое как бы не вникал настолько сильно, но он говорит, что вот тысячную рисочку уже обезжиривать лучше спиртовой вот этой смывкой водной, потому что хорошая обезжирка может чуть-чуть подплавить тысячную риску. Но все равно, если поэтапно мы обезжириваем в процессе шлифования сольвентной обезжиркой, антисиликоном, то перед окраской уже жиров, как таковых, нету, и мы можем спокойно водное все дело это добить. Объемное и весовое смешение, как угодно. Один к одному, без разбавителя. Наливаем. В общем, 60 граммов сделаем в общем, а там посмотрим, сколько расход. Так, 31 с половиной, 63 должно быть. А мы с пистолетом вместе замешиваем? Ну да, да, да. Ну, к тому, чтобы показать, насколько получится расход, насколько это дорого, прикинуть. Ага. Прямо, ничего. Еще, ничего, да. То есть, при условии, что этот лак стоит порядка 50 долларов комплект, то есть литр готовый, расход у него... Ну, опять же, не именно у него расход, это просто на этот элемент надо немного. И по факту, если ремонт фары такой стоит, одной фары порядка 50 долларов. Ну да. Как и есть. Ну, опять же, в зависимости от региона, что там, куда там, то есть, ну, вот этого лака, этого лака реально хватит, я... Ну, я думаю, на две, а то и на три фары этого лака хватит, да? А мы сейчас посмотрим. Ну, мы сейчас, да, все взвесим, да и... Не будем гадать. От размера фары. Ну, понятно, я имею в виду этой фары, ну, на две точно хватит этого лака. Да. А то и на три. Ну, с учетом, да, что тут будет вообще через миниджет давиться, чтобы вообще прям экономно-экономно. А не имеет смысл по-другому? Ну, фара маленькая, объем. Фара, ну, сегодня, не самая маленькая. Ой, суток. 654. 654, ну да. Уже обезжирено. А последняя обезжирена, ты говорил? Да, 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 говорил. Водная обезжирка. Полтора слоя или в один? Полтора. И то есть, делаем одинопыльный. И сразу один полный. Если нет миниджета, можно просто настроить на малую подачу хоть грунтовочный пистолет и аккуратно это дело сделать. Просто расход будет, само собой, больше. А так, тоненький слой. То, что мы видим внутри, это внутри, я сказал уже, что это внутри потек воды, она валялась на улице. Вот это... Ну, так хорошо. Это не самый маленький. Ну, вот это так. Чуть-чуть больше скорее. Ну, это Мерседес МЛ-ка, по-моему, да? Похожа на МЛ-ка. Да, если ты есть. Если кому-то нравится больше толщину, можно сделать первый слой. Высушить на полторы. Минута-полторы подсушить. И еще второй слой. Ну, это если кто-то думает, что, а полирнуть, или у меня мусор, или еще что-то. А полирнуть здесь и так, Мерседес МЛ-ка 35 получает. То есть, вполне так, можно полирнуть. Вот, вот, полирнуть он. Идем взвешивать. Да, от обычного вата. Да, единственное, что хочу сказать, что смесь такой готовит непосредственно перед донесением, не заранее. Не заранее. У него активатором работает вода из воздуха. Он сразу начинает схватываться. То есть, треха жизни у него практически нету. Нам мешали, пошли залакировали и выкинули остаток. Да, ничего не получится. Надо делать. 654. Да, 654. 641. 13. Это бешеный расход. Это бешеный расход. Ну, вот, и дальше можно будет посчитать. А, ну, считаем. Тысяча грамм 50 долларов. Ну, 100 грамм 5 долларов. Килограмм 10 грамм 50 центов. По-моему, он стоил в районе 1800 рублей. Ну, я доллары перевожу. Ну, 50 долларов давай. Потому что... Да. Нет, стоп. 1800 рублей, это не 50 долларов. А сколько это? 3000 рублей, это 50 долларов. По-вашему. А, ну, наверное, да. Ну, ладно, пускай он будет стоить 50 долларов. Я не могу сказать точно. Ну, ладно, даже если 50 долларов литр, то есть килограмм 100 грамм 5 долларов, 50 грамм, ой, 10 грамм 50 центов. 50 центов. Ну, пускай 60 центов лака. И заработок, ну, почти чистых, там, 48 с учетом наждака, да? Да. Короче, ну... Наждак, опять же, параллельно. В общем, получается, опять же, недорого. Не дорого. И не надо использовать никаких праймеров, ничего, потому что он автономный. Да, причем, что можно его взять и пойти залачить деталь металлическую. И до полировки все это на воздухе сохнет, ну, опять же, при 20 градусах за 2 часа. 20 минут монтажной прочности, 20 минут уже можно детали переносить, что-то еще. Значит, у этого лака только есть еще одна дополнительная особенность. Он не выдерживает межслойных сушек. То есть, если вы нанесли последний слой в условиях камеры, сразу включается сушка. Либо не включать вообще. Либо не включать вообще. Поэтому мы сейчас пойдем и включим нашу сушку. Засечем за то время, когда в пациент наберет. Окей. Это Yuzi Italia. Простенькая уже, старенькая камера. Сейчас 60 градусов наберет. Засечем время. Время сушки в камере этого лака порядка 6-7 минут. Окей. Мы ждем сейчас, когда у нас будут под 60 подбираться. А, она уже остывает даже. Нет, нет, она не остывает. У нее, по идее, нет. У нее полчаса. Кстати, да, почему-то у нее время кончилось. Ну ладно, кончилось, кончилось. Нас интересует больше вот это. Ну, грубо говоря, 10 минут у нас прошло. Но она, получается, догналась себя до 58. И сейчас потихоньку спускается на нет. Ну, да. Получается так. Потому что датчик-то стоит на полчаса сушки. Но там у нас две детали еще лежат. Берут. Да. А тут датчик времени почему-то внизу. Ну ладно. Света. Да, да, стоит. Не случайно. Покачивай. Но тут жарко. Ну, тепло, да. Ну, не жарко. Да, сбрасывает температуру почему-то. Да? Ну, он, конечно, еще... Не, ну, ему постыть хотя бы. Ему на самом деле, да. Но ему не хватило. Он почему-то... Камера или солярка может случилась. Дурканула. Но, тем не менее, да, то есть монтажная прочность у него уже есть. Ну, ему есть, если остыть, дать, я думаю, поставить можно. Но все равно 10 минут нетагонка. А так часа два и можно ставить. Вот такой вот. А так глянцевый, агрейский, агрейский и нет. Глянец, риски, все ушли. Самое главное, как бы, то есть ремонт выполнен. Дальше уже досушили. Полирнули, допустим, тут есть ссор небольшой. Полирнули и... И это, отпечаток пальцев. Потом, да, фирменный, потом сполируйте. Не, мы его оставим. Будь будет. Да, здесь был Вопка. Такие дела. Ну, хорошо. Главное, чтобы этот материал выполнял свою функцию и держался. Ну, у меня на машине он держится. Я его себе в августе нанес. И еще нескольким нашим коллегам на работе нанес. Ну, как раз, на чем еще проверять, да? На себе. Поэтому у меня пока к нему претензида. Ну, отлично. Пользуйтесь, радуйтесь, экономьте. Всем пока.